Пигмалион и Глотея Когда речь заходит о жившем камне в искусстве Прежде всего вспоминается миф о Глотее Причем то обстоятельство, что Глотея была сделана из кости Это часто забывается и переносится в камень Поэтому это уже само по себе характерно Чаще всего миф о Глотее, об ожившей статуе Мыслиться вопреки мифологической правде в камне И это наводит на целый ряд размышлений Но прежде всего, когда мы говорим о живом камне в искусстве Следует иметь в виду энантилосемию внутри камня в искусстве А именно о противопоставленности и таком своеобразном столкновении Камня как материала и камня как объекта Как элемента природного мира Тут вспоминается статья Владимира Николаевича Топорова О предыстории портрета Где он пишет о том, что существует сложный обмен Между человеческим и вещественным в искусстве Как сложное искусство входило в связи с портретом в двух видах В виде пейзажа и в виде в образах, которые конструируются Как противоположные человеку его копии, то есть статуи В какой-то степени это можно перенести и на проблему живого камня в искусстве То есть в первом случае в пейзаже мы имеем дело с камнем как материалом То есть с анимацией гор, с геологическими срезами земли Которые уподавливаются срезом историческим, то есть с анимацией гор И преобразованием ландшафта А во втором с камнем как объектом, как телесным отрадисплением И противопоставлением человеческого тела С единичной массой, с проблемой хаптического То есть с рукой как органом-посредником между органическим и неорганическим миром Вот в этом плане интересно соотношение кристалла как неживой природы И органической материи как живой природы Это противопоставление, которое предложил Алоис Ригель в своей грамматике «История искусства» И вот всё, что касается первой части этих противопоставлений Можно отнести к камню как к материалу А второе – это камень как отдельный объект И в искусстве это очень срабатывает Действительно, симметрия, красота и вечная – это то, что касается материала Движение, правда, жизни и приходящее Это то, что преодолеваемый материал как статичный, прочный И наделённый семантикой вне временности Принадлежит приходящему Камень как материал осмысляется в истории искусства Прежде всего, с точки зрения отрицательного пространства Это среда обитания древнего человека Пещерные храмы Это пещерный храм в Элоре в Индии 6-9 века Как первое оживление и структурирование хаоса В форме пещерных рисунков и в форме высеченных в базальтовой породе пространств обитания Это и отрицательное пространство дольменов, которое одновременно образует вид отдельно стоящей каменной скульптуры Это, наконец, мегалитические сооружения с их коммуникативной функцией Здесь обозначена граница природы культуры, сигнальные системы Астрономические наблюдения, которые предполагают То есть камень как принадлежность материала Земли Геологических срезов Земли И преодоление планеты Земля, обращенной к космосу Вот здесь, в этих мегалитических сооружениях, в частности в Стоунхенже, в высшей степени очевиден Ну вот эти две ипостаси камня, мертвого и живого, находят реализацию в архитектуре Это частично кристаллическая форма пирамиды, как выражение, тектоники, стабильности, неподвижности Вместе с тем здесь намечается и движение Всякое движение – это преодоление материи камня Это шаг в сторону оживления анимации Движение вверх – это рост Это частичный кристалл Частичный кристалл, созданный человеком, как частью природы А это уже преодоление, отрицание тектоники как таковой Это тоже работа с материалом, но уже в отрицательном плане Это вот, значит, готика, собор в Милане И вспоминаются соответствующие строки Мандельштама Ну, таким же образом преодоление вот этого материала решеного барокко В фонтанах Рима И уже в современной скульптуре Майкла Грэба, американского скульптора Который преодолевает тектонику, выстраивая речные камни вот таким вот образом Это тоже его скульптура Это экспликация, так сказать, камня как материала Но в форме отрицания Отрицание массивности, солидности, нерушимости, неделимости и так далее Ну и, наконец, пейзажные камни, так называемые Тоже составляют такой предмет современных игр в искусстве Когда сама порода камня от материала осмысляется в форме пейзажа Сейчас, простите Пардон Это мы говорили о камне как материале А вот камень как объект Он соотносим с человеческим телом или с телом животного Пловецкие бабы И осмысляется и в плане извлечения камня глупости В пост извлечения камня глупости человеческого тела И расподобленная идиома Борьба с сумасшествием Или с ментальным недостаточностью Анимация камня Возникает, когда Камень преодолевает, так сказать, свою природу А именно неподвижность к гравитации Когда он начинает летать У Шадра У Шадра, да У Шадра, проще У Давида И даже вот в хетской скульптурке сверху Которую мы видим Ну а тема Сизиф А у тема Сизифа это тоже Как бы так сказать, да, от противного И вот эта анимация камня Вот эти две ипостаси камня Материал и объект Они как бы слепаются в искусстве И особенно в искусстве XX века Когда возникает взаимная трансгрессия Материала и объекта Это особенно характерно для остранения поэтики XX века В целом и архетипической картины мира враньего авангарда Вот здесь каменная баба и Гончарова Каменная баба Картина Образует такую вот перекличку В плане Примитива в раннем авангарде Когда Остранению подвергается сама форма Но остранению подвергается И материал Шершавый материал Занозистый Как писал Крученых Слово должно быть занозистым И вот такая же И в этом смысле он следовал за практикой живописи Которая остраняла поверхность Вот это слева первобытная Венера Палеолитическая Венера А справа Фрагменты Ларионова времена года Мотивы перекликаются Но в этой Венере По авангардному Мы видим, как остраняется поверхность Она становится шершавой А у Ларионова совпадает мотив То есть он обыгрывает Вот эти наскальные древние рисунки Примитивные В этом смысле Да, тут можно Некоторые соответствия Наметить Я остановлюсь только на трех примерах В связи с геологическими Историческими мотивами С массивами Ожившего камня И двойника Человека-художника Прежде всего Это вот живопись Волошина и Богоевского Известно, что Волошин сам собирал камни Как вот и Всеволод Иванов Как Вячеслав Всеволодович Рассказал нам И он усматривал Свой собственный портрет В одном из В одной из гор В Коктебеле И там он завещал себя И похоронить И был там похоронен На этом утесе Который изображал К камнем у него Камнем у него было Совершенно такое Мистическое отношение Какое-то было ощущение Метафизики камня И он писал Камень становится растением Растение зверем Зверь человеком Человек демоном Демон богом Говорится В Кабале А камень Человек Дерево Это символы Искусства Рериха Богоевского И Бакста Но прежде всего Это к нему К самому Относимо К его пейзажам В которых Идет противопоставление Горы И тонкого дерева Это такая Оппозиция Живого и неживого Органического и неорганического С наделением Вот этого Неорганического Особой метафизикой Тема всех пейзажей Волошина Но еще более характерен Богоевский Который Так сказать Эксплицировал В своих пейзажах Крымских пейзажей Кемерийского Пейзажа Вот такого Эту Кристаллическую Геологическую Природу камня Которая одновременно Выявляет Вот эту Геологию Собственно Габричевский Писал О Богоевском Что Кемерийский Пейзаж Тектоничен И что Художнику Остается только Изготовить Образец Беспредметный То есть Антропоморфный Тектоник Этой пластики В Кемерии Каждая скала Каждое строение Отражает свое бытие До последнего камня Это связь героической Природы Горного ландшафта С историей Антропоморфным Пейзажем И составляет Главный Стержень Живого камня В пейзажах Богоевского Второй пример Это Бранкузия Если Богоевский Принадлежал Кругу символизма И соответствующим образом Мотивы камня Такие там Преломлялись В плане Кристалла То здесь Имеет место У Бранкузии Осмысление Формы Неделимого Блока камня Обращенное К поэтике Архаической К примитиву Это центральный Цикл Произведений Бранкузия Он сам Придавал Особое значение Этому циклу И даже Картинка С изображением Поцелуя Была на его Визитной карточке Он говорил Что поцелуй Это его путь В Дамаск Это путь Преображения Некого Мистического Озарения Которое Ему Вот в этой В этом цикле Видится Вы видите Как по-разному Трактует Поцелуй Роден И Бранкузия Серия Это Основана На идее Двоичности Платонической Идеи Соединения Двух половин В этом смысле Находит продолжение В других сериях Бранкузии Например В пингвинах С правой стороны Но вообще Она уникальна Много существует Это более позднее Это 16 века Серия 16 года Да Простите И все Они Представляют собой Две неразрывные Половины При том Что сохранен Единый блок Камня Значит Это вот такая Нераздельность Двоичность Нераздельности Нераздельность Двоичности В этом смысле Такая Оксюмородность Некоторая Имеет место Эротическая тема Вообще Близка Была Бранкузии Вот это Одна из скандальных Его Так называемая Принцесса Икс Которая Изображает Мужской Детородный Член Практически И она решена В разных Материалах Но Бранкузии Но Цикл Поцелуи В отличие От других И в частности От этой Эротической Принцессы Икс Был решен Только в камне Значит Поцелуй Отнесен Именно К этому Идею Материала И формы Нерочлененности Камня Начальный Памятник В этой серии Это надгробие На кладбище Монпарнас В котором Вот эта антиномия Эреса И Танотеса Наиболее Выраженная Это надгробие Русской Девушки Татьяны Рачевской Которая Которая Совершила Самоубийство Вследствие Несчастной Любви И вот Бранкузия Орудила Такое Надгробие Оно маленькое Они все Камерные Довольны Вот Ну кому Неизвестно Да Кому Неизвестно Значит Вот В этой серии Имеет место Вот И Вот Это Вот И Символическая Связь Эреса И Танотеса И Хаптического То есть Вот Этого Тактильного Соприкосновения С камнем Чисто Очень Древнего С камнем Как материалом С камнем Как необработанной Поверхностью И кроме того Здесь реализованы И культурные Некоторые символы В частности Золотое сечение Вот На этой скульптуре Не очень заметно Но есть и другие Например Вот Ворота поцелуевым Реальном Ансамбле Тиргуживо Здесь Они тоже Основаны Они основаны На принципе Золотого сечения Сейчас не могу В это Погружаться В детали Так что Вы поверьте Просто мне На слово На эту тему Был и Храм Так называемый Индры Проект Индры Храма Индры Который Изначально Назвался Храм любви Он весь Тоже был Основан На золотом Сечении И на Соприкосновой Рисунок Показывает Что это Танатас Обыгрывается Это слово В связи С мотивом Поцелуй Значит Это Вот такая Эротическо-постоническая Символика И архаическая Форма Которая В конечном Итоге В конечном Итоге Имеет Темы Перенесения Смерти Как факта Новой жизни В круговорот Вечного Возвращения Эрос и Танатас И вот Последний Пример Это уже Современная Современная Архитектура Относительно Современные 70-80-е годы Это Сербский Архитектор Богдан Богданович Который Сооружал Такие Вот Мемориальные Символические Ансамбли Он Жил Он Умер Всего Два года Назад Последние 10 лет 20 даже Прожил В Вене Потому что Он был Несогласен С Милошевичем Это Очень известный Очень интеллигентный Человек Писатель Сеист Мистик Романтик Ну и Главное Его Ремесло Это Вот Архитектура Он создавал Вот эти Символические Ансамбли По всей Бывшей Югославии И они Совершенно Отличенные Вот эта композиция Более-менее Еще фигуративная Она Имеет Так сказать Предметом Мотивом Вот каменный Цветок Сделанный В бетоне Разумеется А Многие Другие Они Они Просто Вне Всякой Фигурации Вне Слоя Там нет Надписей Там нет Указаний На Какую-то Антифашистскую Или еще Какую-то Проблематику Это Это Символически Оформленное Пространство Значит Здесь Камень Вступает В непосредственную Связь С природой И Самой Идеей Пространственности Он как бы Анимируется То есть Приводится в движение Собственно Пространственные Связки И тем самым Возникает Движение Вот Такого рода Скажем Памятники Как камни Вырастающие Непосредственно Из земли И Оформляющие Некую Среду Обитания Символическую Среду Обитания Человека Символический Некрополь Вкрушевоце Они все Имеют Конечно Коннотации Отсылающие К древним Жертвенникам Символический Некрополь Вкняжевоце Но Совершенно Отвлеченные По форме Менгиры Карнака Скажем Могут Служить Прототипами Этих Символических Пространств Или Богомильские Кладбища Богомильские Надгробия В Боснии 13-14 веке Стечики Которые Тоже Могут Быть Таким Ну Как бы Основанием Он Вкладывал Архаические Смыслы В Фигурацию Значит Здесь Сочетание И собственно говоря Оформление Ландшафта И Как земли Камня И Отдельных Фигур Это женская природа Мемориала Знака Здесь выступает Во всей Своей проявленности И Что особенно Важно Они Жизнеутверждающие Они совершенно Не такие мрачные Не обращенные К теме смерти И даже не к возрождению Как было у Бранкузи А именно К жизни Такие Глядящие Камни Глядящие Каменные Скульптуры Ну и последний Вот этот его памятник Мемориальный Ансамбль В Мастаре Мастар Это Маленький город В самом центре Самой Горной Так сказать Горной Области На Балканах Боснии и Герцеговине На границе Боснии и Герцеговины Ансамбль Расположен На горе И он Как бы Является Идиограммой Этой горы Он представляет Эту гору И одновременно Он Эксплицирует Некоторые Историко-культурные Смыслы Ну в частности Эллинистической Эллинистических Исторических Слоев Этих мест И Описывает Гору Вот таким вот Образом Собственно говоря Это Идиограмма Самой горы Но не просто Горы А как Некого Горного Города Изображение Горного Города По мере Ансамбль Весь представляет собой Некоторый серпантин К которому Человек Поднимается А в противоположном Направлении Бежит Ручеек Такой По этим Камням Из Естественного Источника Но Самое Интересное Что Богданович Связывает Со Своими Строительствами Так сказать Увязывает Своё Строительство Не только С конечным Результатом Вот этим Но и Акцентирует Сам процесс То есть Он очень Ориентирован На сам процесс Создания В камне И в этом смысле Так сказать Реализует Некоторые Архаические Ритуальные Смыслы Во-первых Он работал Всегда Работает Всегда на месте Как древний Архитектор Без предварительных Планов И тем Самым Восстанавливает Смыслы Вот этого Мастерства Зодчего Процессуальные Такие Вот Метафизические Ну и Кроме того Связь с природой О чем я уже Говорила Он Работает Обязательно Работал Обязательно С мастерами Каменотесами Этих мест Которые Лучше знают Камень И В какой-то мере Даже поклоняются Камню А для строительства Вот этого Ансамбля Мастари Богданович Привлек Бригаду Из Ковухорватского Острова Корчула Вот В связи С Работой Этой Бригады Он Приводит Рассказ На котором Я собственно Говоря И закончу Приводит Такой Свой Рассказ Который Ну является Таким Тоже Можно сказать Если занять Мета Мета Позицию По отношению К этому Тексту Можно сказать Что Вот тут Проявляется Так сказать Голос Балканского Камня Как таковой Он пишет Однажды Ночью Я решил Пойти на Строительство Ну поскольку Там очень Жарко Мастера Строили Ночью И вот Издалека Слышалась Песня Какой-то Зазвучие Непонятное Без слов Я подошел Ближе И увидел Что в Резком Свете Прожекторов Главный Мастер Строительство Строительство Ок Majors Какой-то Дух Камня В какой-то Момент Он Резко Взмахивает Молотом И резцом И все Мастера Вслед за ним Поднимают Свои Молоты Благоговейно Молчат Потом Наступает Тишина в которой слышны только ночные шумы и звук нератвы, рихи. И потом один из мастеров, очевидно ответственный за все это, затягивает своим каким-то гнусавым тонким голоском таинственную мелодию без слов, словно в каком-то обряде поклонения камням. Главный мастер ухватывает ритм и ударяет молотом камень перед собой. И тогда все начинают ударять, и начинается слаженное битье по камню. Песня эта, очевидно, помогает сладить ритм и силу удара. Когда мелодия начинает подниматься, теперь уже все поют, звук ударов становится сильным, а когда начинается снижение, удары утихают. То есть каждый камень, пишет Богданович, звенел как музыкальный инструмент. Я бы не понял, что разные камни отдаются разным звукам. Это еще один аспект оживающего камня, который можно изучать. Тем более глубоким, чем мягче камень. И парадоксальным образом, пишет он, гранит, самый твердый камень, пищит. Мрамор поет мягким меццо-сопрано. А известняк, это самый музыкальный камень, имеет бархатистая контральта. Резчики тоже разделяют. Вот эти мастера разделяют эту точку зрения. Очевидно, вот этот звучащий камень, как-то очень архетипически, так сказать, в сознание внедрен. Каждый поет свою песню, говорит один из них, с уверенностью, что каждый квадр – это самостоятельное существо, и поэтому он поет песню. Но когда начинается общее обтесывание, ритм распространяется на каждый каменный инструмент, и в какой-то момент на каждое движение руки, каждое телодвижение. То есть весь оркестр действует слаженно, как сам себе метроном. А когда удары инструмента начинают подвирать, это знак, что концентрация снижена. И тогда мастер прекращает, поднимает опять свой молот, работа прекращается, и потом она возобновляется снова. То есть то, почему у песни нет слов, спросил я однажды, пишет архитектор. Ответы были простыми и убедительными. Нет и никогда не было, или так и наши предки пели. То есть это песни камня, песни вокруг камня, песни каменотесов, очень древние, как и доисторические, из тех времен, когда на острове, как и на материке, пишет он, говорили на каком-то другом полузабытом прославянском языке. Так что смеялись цивилизации, смешивались языки, а человек оставался все тем же. И вот этот пример Богдановича, на этом я заходу, еще как раз говорит о том, то есть тут мы возвращаемся, так сказать, по эллипсису, опять к пирамидам, к идее геологических слоев и материала, как камня, которые символизируют вечность и вневременность. Спасибо. Здорово с этим Богдановичем. Очень интересно. Вот хорошо этот рассказ иллюстрирует книжку Бюхера «Работа Ильиха». Книжка «Забытая», ее любили марксисты, поэтому теперь от нее отталкиваются, и не хочется об этом вспоминать. Он писал о том же, о том, как возникает тон-ритм, такой термин «тон-ритм». Он возникает именно из работы и для того, чтобы помочь работе. Но мне кажется, он верно уловил этот ахаическую ритму, которая здесь тоже в этом рассказе проявилась. И тоже без слов, да, важен тот ритм, который помогает и сливает человека с работы. Вот и рабочий жанр песни. Трудовые песни, один из самых отличных данных фольгеров. Трудовые песни – это немножко вульгализирует все-таки идею Бюхера. Греческий. Да, конечно, они помогают в работе. Он писал еще о более древних каких-то основных ритмах. Да, я думаю, что о более древних идет речь, потому что вот эта чисто программатическая такая вот ритмизация формы работы, она оспарилась вот такой имманентной историей искусства еще в начале века, как слишком такая прагматическая, как основанная на каких-то внешних факторах по отношению к художественному языку. – В трансе он был, он был в трансе. Скажите, пожалуйста, а вы попали в это время, когда он работал, случайно или это было… – Нет, вы знаете, я у него училась практически. Он был моим руководителем на стажировке моей работы. Я его очень хорошо знала. Я объехала все эти памятники и все это собрала. – А это облегован его рассказ, вот этот? – Ну, да. – Облегован по-первыху? – Ну, нет, я понимаю. – Вообще интересная связь с этой корчевой. Там рядом один из самых уникальных. – Да, да, да. – Американский дом сделан из этой снега. – Да. – Венецианская колония, две недели пути от Венеции. – Да, да, да. – И там, в принципе, Марко Поло считается, одна из версий, там до сих пор сохранилась фамилия Марко Поло, там его как бы потомки, что именно оттуда он в плавание все ходит, из корчевой. – Да, да. – Это вообще очень такой древний остров с корчевой, да, корчевой с огромным количеством. – Связкая Америка, Венеция, вот этот древний карьер, вот это современное искусство. – Да, там налить, это с налита практически, там жизнь эта накорчили. Это очень древние времена такие. – И интересно, насколько Богданович еще, так сказать, присуществил в песню, то, что там происходило. Потому что тут в тексте явно чувствуется его… – Явно чувствуется и его привнесение, да, но и голос таких вот Балкан. – Да, Балкан, да, чувствуется. – Хотя он, может быть, это немножечко, так сказать, наигрывает и форсирует. – Но все эти как-то… – Это явно уже от него. – Да, но то, что это такое балканское, действительно древнее… – Да, да, да. – Ну, он играет на этом, он, конечно, это обыгрывает еще, так сказать, потому что он все-таки носитель сознания, а не бессознания, как бы сказать, балканского. – Да, да, умеют они балканское вытаскивать. Это на границе чего? Боснии, Герцеговина? – Мастар, на бранице Боснии, Герцеговина, это маленький город, прекрасный, в прекрасных горах. – Мастар, а мост-то на Дрине, он в Мастаре? – Нет, нет, нет. – Он где был? – В Мастаре там мост очень известный, сейчас у меня вылетело имя, известного арабского строителя, мусульманина. – Дивной красоты, его разрушили бомбы во время войны. – Нет, я имею в виду мост на Дрине, прообраз, Мастарский мост. – Нет, 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 это другой мост, потом покажу. – Да, только мне. – Сухого. 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 Продолжение следует...